А всё было просто. Просто не шёл поток. Так, ну ладно. Время респека. За всего-то полтора ка. Может запилить себе меньше телосложения, больше интеллекта. Да не, мозги не нужны. Хотя нужно посмотреть, у нас ведь два перка освобождаются теперь. Там, допустим, мечная добыча. Так, Миша, иди сюда. To my side. Так, выживание. Охотничий лук не нужен. Крестьянин. Пока ничего не берём. Что вот теперь брать? Быстрое прицеливание мне не требуется. Восприятие хищника. Ранящий выстрел. Яростный прицел тоже нет. По сути, брать-то нечего, кроме восприятия хищника. А, оно не работает, потому что у меня нет эффектов постепенного урона. Получается, как ни странно, придётся брать ранящий выстрел. Тогда нужны мозги. Меньше ХП, но больше мозгов. Давай, давай. Ещё раз. Ну, скажем, вот так. Ммм, медведь. Всю игру прошёл без мозга. Он тут решил, что пора. Так, берём точно охотничий лук. Дальше. Теперь берём ранящий выстрел. Так, дальше. Меткий стрелок. Точность против отдалённых целей. Ммм. Урон по целям причинённый эффектом постепенного урона. Вот теперь можно этот перк брать. Но лучше, наверное, взять всё-таки петлю ловчего. 10 точности. Хотя. Да нет, это будет чаще работать. Дальше. А и всё. Брать больше здесь нечего. Как вариант упреждающего удара. Но Чикаго утверждает, что они не очень. Потому что они не нужны. Точный ранящий выстрел. Плюс 10 точности. Стойкий питомец. Верный питомец. Яростный соратник. Медведя накачаем. Так, дальше. Количество рикошетов плюс 1. Да, это берём. Дальше. Урон плюс 30 медведя. Дальше. Хил медведя. Нет. Восприятие хищника. Защищающие узы. Нет, нет, нет. Даже заваливание брать. Теперь. На полноценные 5 секунд. Типа. Но мне лень прожимать. Восприятие стрелы. А можно вот эту шнягу взять. Вообще у нас постепенный урон есть теоретически у кого? Вообще на втором луке на моём есть постепенный урон. Так-то. Станный контроль, да ну нафиг. На том луке на втором, который у меня есть, на нём есть эффект постепенного урона. Ну то есть он сам себя разгоняет на 50% получается. Надо попробовать. Просто респект. Это просто респект. Так, мне нужно 10 выживания и можно всё остальное в атлетику. Скрытная атака. Яростный медведь. Давай. Хочу яростного медведя. Ииии... Так, что ещё? Глушающая выстрел из зов хозяина. Глушение на 2 секунды. Давай. Верный питомец, защита за атак, за выражение, дезориентация, бла-бла-бла, то есть он все не работает. Вот теперь пора, пора скрытную атаку брать, потому что больше нечего, ну и собственно сдвоенный выстрел, готово. Ну все, как-то так, теперь у нас медведь просто безжалостный убийца, специально обученный медведь-убийца. Ну-ка Миша, покажи свой дэмэдж. Тридцать два, сорок три, сорок семь, шестьдесят четыре, полтинник. Нормально. Да кто бы сомневался в Чикаго. Ты же понимаешь, что мне и так слишком легко играть. Нужно хоть, чтобы хоть какая-то сложность была во всем этом деле. Блэйд в тюрьме. Мне вот интересно, наверное, на медведя смогу проверить. Вот это? Вот мой второй лук, который вешает постепенный урон на цель. Он сам себя активирует или нет? Лакомат... Непонятно. Да успеем еще по новой. Хах, все. По новой всегда успеем Ладно, поехали Поехали дальше По идее, этот лук должен сам себя активировать Там написано, любой урон По любому существу По которому проходит постепенный урон Плюс 50% сверху Да тебе вообще ничего не нравится, Чикаго Мне не нравится эта экспедиция Мне не нравятся эти матросы И вообще, что? А да, нет, мне вообще ничего не нравится, сэр Да, Чикаго? Нормально она работает Ты просто не умеешь ее готовить Супра Скайлик нравится Что такое Скайлик? Я знаю, что такое Супра У меня был видеомагнитофон Супра А что там был? Все еще есть Кассетный Грибы Сейчас бы с грибами побоевать Шашлык тебе нравится Кстати, надо бы на шашлыки как-нибудь выбраться Давно не был Стоять вместе Вообще у нас хороший бросок по воле должен быть Но нет weißе Считаем Красиво 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 вот он типа повесил на него эффект постепенного урона а давайте мы все отойдем хочу рейнджером пострелять хорошие мерзкие грибы были на них хреново проверять можно конечно кинуть защиту от доминирования за выражением так сойдет а кстати по идее он даже активироваться должен от от песен барда то есть песни барда которые огонь но урон огнем наносит там же тоже постепенный урон то есть я всегда должен этот плюс 50 процента сверху иметь так а дима медведь нечет а вот он где стоит там копье какое-то или волшебная палочка это было когда хитрая волшебная палочка орешник годоба точность короче палочка для того чтобы наводить союзников на цель стриме лп в нефэнтезийном сеттинге фолыч фолыч же ж время собирать грибы нычка опачки причем что примечательно каждый раз когда наши мужики попадают под контроль они достают стрелковое оружие я не знаю почему это происходит почему не не бегают с миличным оружием бейсленд 2 может быть но он не как-то совсем вот совсем не зашел может как нибудь еще дам ему шанс ну тогда можно тем луком пользоваться который с молниями но он сам себя не активирует тихо 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 ребята спокойствие только спокойствие и c trap забавный цветочек аль ю не до из лав что не агрессивный цветочек поговорить хочешь хочешь подружиться со мной счет не знаю и доверяю цветам которые хотят подружиться дамаговое оружие да я бы не сказал что они там с тех пистолей которых я им дал как-то сильно надо мажат да у него реально своя атмосфера очень подозрительно все это выглядит а то есть вот так вот ну ладно молитва против предательства все что нам нужно об очки вот так вот сразу же сходу просто не глядя давай давай теперь по сражаемся вот это же эффект постепенного ворона все ничего не можешь сделать медведя только моего шутать на медведя как-то вот не повешался урон в смысле этот баф на иммунитет к контролю не знаю почему ловкость 3 реакция 5 защита в оглушенном состоянии плюс 50 маша неплохое колечко не знаю что такое санитары подземелья листья вьерины урон лежащим на земле оглушенным и окруженным плюс 20 процентов точность плюс 5 превосходное качество превосходная рапира давай давай я сюда я просто по моему у всех уже ловкость есть но у всех у всех что-нибудь на ловкость до имеется тебя есть у тебя две ловкости тут кольца перчатки столько покруче какой стороны здесь защита колющего ворона и от паралича то что нужно здесь две ловкости здесь понятно стандартные кольца кольцо вроде крутой отдать некому вот индейд я и и зинау да все рапиры топчик превосходная тьма и давняя превосхода тьмы нету поэтому не буду использовать превосходную рапиру здесь я помню есть крутой кинжал где-то на уровне с визерками вот он реально крутой один крутой кинжал это а тук которая 20 скорости атаки там шанс скрита а второй крутой кинжал здесь блин а вот здесь визерки эти пауканы которые умеют колдовство и 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 Это не работает! Барды не успел все это прочитать сообщение, я понял, ты спрашивал откуда этот огонь. Да, это поют барды. Отток не повышает скорость атаки, а по-моему повышает. Сейчас посмотрим. Да, это все дракон. По сути весь дэмэдж сейчас барды делают. Отток вампирский. Айсвинт. Но он и не только Айсвинт, а еще и Невервинтер. Вот, например, вот этот конкретно уровень очень сильно напоминает город Элитидов из Невервинтера. Так, давайте открываем, смотрим, а отток. Ммм, дает 10 обычных попаданий и становится критами. Где же он вампирский? Он обычные попадания в криты переводит. Вот в чем его сила. Ну да, скорость атаки он не дает. Ты был наполовину прав, Чикаго. Группа фигур в мантиях преграждает вам дорогу. Не смотрит, как вы приближаетесь. Да, 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 да. Давай уже. Так, а че это я не накинул иммунку? Какого? Сейчас ведь начнется. Главный спел здесь. Главный спел здесь. Санитаров Чикаго постримил. Ну да, по сеттингу зайдет и вообще. Ну да, по сеттингу зайдет и вообще. Под кровосток. Сейчас бы стрим Чикаго под кровосток посмотреть. Санитаров подземелий. Показать. Время увидеть и не увидеть. Стоять вместе! В этот день чувствует, как я. Стоять вместе. Давайте посмотрим, что мы нашли. Стоять вместе. Показать. Почему мы сейчас? О, моя... Это ты! Это не... О, моя... Я не могу. Много. О, мм. О, мм! Я не могу. О, мм. Картонку по древним свиткам не пробовал. Еще нет. Там вроде как... Бета-тест идет. Не пробовал, еще не пробовал. Конечно. Мои глаза пили. Там кто-то ссылку кинул, в группе есть. Там, где я постил новости о картонках, там ссылку кинули на нее. Ай Калитуар Ная Эльф Эдир Васти. Я называю его нарушителем, убийцей, жмущимся к свету. Куда оно идет? Прочь с дороги ли сможешь называть меня убийцей пауков? Нет, оно не пройдет, оно останется здесь на время. Прощай, нарушитель, а ты попробуй меня остановить. Все, и ты ничего не можешь. Визерк преподает на одно колено, из его горла доносится шипение и булькание. Это подлая, коварная вещь. Я проклинаю его яйца, его семью, да найдет оно свою смерть во тьме. Прикончи его, червь. Как думаете, хорошая идея взять мужика, который изи копается в мозгах к себе в замок? Засадить его за решетку под французский шансон? Ну, в принципе... Только не под блатняк. Нет, нужен круг там, купола, кольщики. Можно отдельный стрим под французский шансон, Отдельный стрим под суровый, брутальный, отечественный. Ну, давайте возьмем. Может, продадим его кому-нибудь. Я, наконец-то, научился пользоваться рабами. Оказывается, их можно продавать, когда к нам работорговец приезжает. Какая-то трэш-игра, да не сказал бы, что трэш-игра. Я в нее, конечно, не играл, так краем глаза видел, но... По-моему, она очень похожа на операцию Silent Storm. Чем-то. Правда, вряд ли кто-то вообще знает про операцию Silent Storm. Надо будет вас как-нибудь приобщить к этому. Нафиг тот даб-трекер. Ну, я не слишком силен в шансоне. Пусть люди ставят. Скипнуть-то всегда можно, если поставят не то, что нужно. Не, ну это не после пилотсов. После пилотсов мы будем еще в Path of Exile катать. А там вот. Мне кажется, она очень похожа на... Тчкарек. О, речь. Дувадхи народ у... Раекнат. Каледина фоста Агренгидары. А я не из Старой Вальди, и у меня нет мозгов. Причем мне не хватает всего двух единиц интеллекта, чтобы... Пошел вон из моей головы, пес. Язык Айдира. Животное. Первое за много лет. Животное нарушитель. Убила защитников гнезда. Животное закончило. Будет говорить? Думаю, над твоим айдирским стоит поработать немного. Много лет... Не говорено. Не говорено? Не говорено. Не говорено. Вот. Многие акценты. Эль Тонг Фрай Ильфен Лерц много забыл. Но животное шутит. Говорит, да? Не место для драки. Гнезда должны оставаться в безопасности. Они напали на меня первыми. Охранники не пережили попытку. Хорошо, я буду слушать. И давай без фокусов. Без фокусов. Визрак приветствует тебя. Добро пожаловать в гнездо. Да, животному не нужно драться. Визрак приветствует вас. Добро пожаловать в гнездо. Животное сохраняет мир. Озвучка Гоблина. Ну, между прочим, у Гоблина есть... Гоблин, на самом деле, отличная озвучка. Которая именно от Гоблина. Он очень хорошо переводит игры вообще. Есть еще игра Братва и Кольцо, по-моему. Вот там трэш. Там реально трэш. Да будет принцесса. Как же без нее-то, Джонни-Джок. Не переживай. Эй, не после пиларсов. Не надо, не надо. Я обещал. То она точно будет в ближайшее время. К Бабке не ходи. Расскажи о Визраках. Что тут делаешь? Что тут делаешь? Ну, Бас. Визрак ищет. Ищет знания для дома. Для колонии. Стравик Нарис. Далеко. Долгое время мы искали. Мы были больны памятью о доме. Сделали гнезда. Сделали новый дом. И нашли, что искали. Хозяин этого места растит адру. Не режет. Не ломает. Растит. Придает форму. Если бы Визрак мог узнать тайну. Сценарий. Да, я знаю. Да, я помню, что я немного в нее поиграл. На самом деле, такая прикольная игрушка. Создает великие произведения. Статую машины. Визрак мог бы плести шелк и адру. Наши гнезда станут сильнее. Колония станет сильнее. Каждый из нас соткал бы великие произведения. Мы близки. Нашли машины, кристаллы. Но нашли ядровых людей там внизу. Потеряли многих. Слишком многих. Эльф животное силен. Побеждая других животных. Убил охранников. Мог бы помочь Визракам. Что ты хочешь? Вещи для изучения. Вещи из адры. В руинах все ниже. Надо видеть, как от нуа делает адровых людей. Адра. Скорлупа, да? Животному не нужно убивать адровых людей. Нужна только скорлупа. Также нужна часть машины. Часть, как сердце машины. Адра и блестящий металл. Он говорит почти как вождь орков, между прочим. Последняя часть адра. Не адреса стен. Другая, чистая. Трудно найти. Чикарек надеется. Такая есть внизу. Если Эльф животное принесет эти вещи, Визрак будет обязан животному. Поможет колонии. Поможет нам. Сможет идти домой после долгого ожидания. За такое великое дело Чикарек вознаградит. Ну, ладно, я посмотрю, что можно сделать. С ними можно поторговать с кем-то из них. Смотрим. Скорые глаза. Нет. Он мне кинжала даст. А если я его завалю, тогда не даст. Вот этот вроде торгует чем-то. Что у тебя тут? Ммм. Гримуар. Гримуар прячешь. Приветствую язык Эдира Криви рад видеть Здесь много новых вещей Много кристаллов Я понимаю, ты любишь блестящие предметы Да, блестящие, много света Много цветов в венах мира Что ты делаешь? Иссид, Иссид помогает Ищет пещеры на юге Куда она ушла? Собиралась на юг искать пещеру Взяла пауков для охраны Криви немного беспокоился Но не мог оставить, остановить поиски Помогает колонии Помочь тебе найти твою женщину Большой куш и плохой Санта Большой куш вообще просто Большой куш это 10 цыган из 10 Ненавижу цыган А что, этот большой мужик не пойдет с нами? Нет, он будет присматривать за машиной Он что, считает нас ворами? Нет, он просто любит присматривать за машинами Когда будут готовы сосиски? Ты любишь пёсиков? Да, я люблю пёсиков Но дома на колесах я люблю больше Тяжесть это хорошо Тяжесть это надежно Даже если не выстрелить, таким всегда можно дать по голове Борис Бритва Борис, хрен попадешь Как это там про него Жесткий как Что я? Резкий как удар Серпом по яйцам Вылитый советский герб Давайте посмотрим, что мы нашли Давайте посмотрим, что мы нашли А, давно-то, наверное, надо пересмотреть как-нибудь Надо будет как-нибудь обязательно пересмотреть на днях Ну, карты деньги два ствола тоже хорош, конечно Но большой куш мне больше нравится Пусть пресмена Местный советский герб Спокойно, это может стреляет в упор Властелина колец его переводе цитировать Я из гоблинского перевода Властелина колец помню только Как там Пендальф ехал в самом начале На чай, че-то хочу чай, аж кончаю Все, это все, что я помню из перевода Гоблина Вот та самая хитрая машина, которую нас просили найти, наверное Часть машины Только сыщика всяких хуких налогов Домашний бред Ну, мне кошки тоже ближе Что-то как-то с собакой у меня не сложилось, не знаю почему Бэт Санта Я видел, по-моему, отрывок, но я смотрел его Я какой-то, в общем, в гостях я был, мне было не до того Я помню, что я начал смотреть и потом все Посмотрю? Обязательно посмотрю Здравствуйте, как ваше ничего? Застрелил, аниматона Знаешь, откуда берутся урки? Это эльф после отсидки Урк? Кинологи, не собаки Те, которые в кино показывают Да-да, все именно так Тогда, когда считают нужным План у тебя просто оттас Да ладно Кинологи, это люди, занимающиеся собаками Вот это поворот У вас есть план, отличный план По-моему, духовный лук неплох Особенно, когда прокают Ох, тут же будет головоломка какая-то, я вспомнил Какого художника вы бегаете вот с этим вот какишем? Вас опять задоминировали, я не заметил И у тебя почему пистолет не тот? Все не то Что за дела? Так вот, другое дело Ну что, я глушаю? Мочить козлов Щенком Процлетаю Что, нефинтон, а цитаты разобран Это да Тот же куш Я, кстати, куш в оригинале, по-моему, не смотрел Только в гоблинском переводе Не знаю, как там Надо еще рок-н-ролльчика посмотреть Вот что я вспомнил Я же тогда записывал себе посмотреть Рок-н-ролльчика и не посмотрел Значит, нужно будет глянуть Его и Плохого Санта Блин, там соседи что-то готовить мясное начали Вот же ж Нехорошие люди И тут я вспомнил, что Давно не ел Что это? Что-то такое На шашлык похожее В гости, что ли, зайти? Реально сожру сейчас Просто там как-то слишком чем-то таким мясным Слишком чем-то мясным несет Причем даже дабл-молния может быть А это в принципе еще лук не прокачан Чашлык места не останется Вкусно пахнет Да блин, представляешь, я ведь даже не спускаюсь никуда в подъезде У меня прямо здесь Прямо здесь вкусно пахнет Просто у нас с соседями там Есть Между мной и соседями Есть вот Примерно вот такое вот отверстие В стене Которое заделано Нет, не ковром Которое заделано Розеткой Конечно Соответственно, много всего Слышу, что у них происходит И чувствую А тут нужно с духами пообщаться вроде, чтобы загадку какую-то решить Шашлык продать Или соседей продать Шашлык съесть Что будет выгоднее Что профитнее Съесть шашлык продать соседей Или съесть соседей продать шашлык Да нет Хотя я особенно-то с ними не общался никогда Обычно они ничего вкусного не готовят Розеток есть уши Тоже у них Паралич опять на всех поймает Так, кто у нас Да нет, всех отпустила Не отпустила всех Но у нас есть положитель Спокойной ночи Двойной выстрел не активирован Нет активирован Вот же ж Ты же видишь там Периодически и аж две молнии вылетают Сколько уж тебя там времени Можешь Сиди-тебя тоже слушают Думают, когда закончится ремиссия Он перестанет сам с собой разговаривать Но Я боюсь только того, что они меня Что они однажды просто сразу вызовут Соответствующую службу вообще не такие тихие милые люди 4 ну да отряд смерти же собран носитель дух давай против духов все-таки мой отряд прошел white марш ты почему стоишь и должна атаковать пройти не можешь на пласт зафигач дырку чтобы не подслушивали мои важные переговоры до то вдруг я взболтнул свои коды запуска ядерных ракет случайно как потом с этим жить сюда не скажешь дух она мне пароль сказал я меч кает ну а бла-бла-бла скорость перемещения плюс 3 у меня уже 3 этапки на скорость из а это сабля с фаерболами берешь саблю и умеешь фаерболы сразу после этого пробивает поиграть в игры но никак с ними не связано и не знаю в прошлый раз ты играл в кингс баунти как только я его начал так что еще и на те которые связаны тебя пробивают ну да ремиссия тогда отпускает но все поняли суть главное что суть все уловили сболтнешь жить останется не как 60 секунд может они сразу то не воспользуются может потом шантажировать будут как-то меня я же нашел все что мне было нужно для визра как что там так ацки оглушает это все-таки мой луквень это мой лук так ацки глушит всех так я меч кает но что там бла-бла-бла дверь скажи нам пароль иначе не пущу да я слуга к от ну а мой меч будет биться против врагов нет неправильно уж эти говорящие двери с остальными духами пообщаться а я неправильно просто все не ту реплика выбрал американской о серьезная катка намечается стражи тут всякие так но мне бы не знаю чего мне бы ничего пока что мне может здесь пригодится защита от чего просто с точность баф на все на паралича это и так чисто умрешь слишком перестарковался мне кажется 88 урона что так жахнула хороший вопрос хороший вопрос так так топор вампирский топор превосходное качество столько всяких ништяков сейчас мы посмотрим что там жахнул на 88 хотя бы хрен не идешь не знаю наверняка слука прилетела больше нечего больше ничего не дамажит а вот и слава это он еще не докачан кстати то есть можно ведь еще его там улучшить еще одни тапки на скорость я всю команду уже могу скоростью обмазать приходилось экран обширать постоянной мышкой чтобы не пропустить что-то важное так по моему во многих играх было древних без подсветки было час назад но можно так посмотреть на самом деле просто открываем статистику отряда всего повержено противников две с половиной тысячи тут наибольшее время в отряде больше всего повержено противников рэксар максимальный совокупно нанесенный урон рэксар 103 тысячи максимальный урон одному противнику андерс 95 внезапно максимальное число критических попаданий рэксар максимальное число попаданий харли андерс максимальный полученный урон лютик максимальное число потери сознания андерс андерс дважды засветился ты же на восемьдесят восемь выстрелял ну ка нет максимальный урон одному противнику 62 андерс значит это шмальнул на восемьдесят восемь со своего дробовика 8 и 8 но там андерс на 95 стреляет а ты все заметил чикаго все заметил да все видишь все замечаешь тут еще да кстати мы так скоро до дрова дракона доберемся тут вроде остался этаж или или даже этажа не осталось тут уже король или еще не здесь шорткат король и бой с духами будет много потому что дробь ну блин чикаго все да ты знаешь кроме того момента где нужно найти печать третью в арсенале дургана дух от нуа кто ты как ты мог оставить своего короля бери свой меч сражайся враг уже близко я хозяин я ищу хозяина в глубинах тогда ты не моя потерянная душа не солдат у меня нет власти над тобой что случилось этим местом боже мы с ним в прошлый раз разговаривали это долго не интересно вот очень переживаются там что-то сын у него пропал и он никак успокоиться не может и королевство его пропало в общем я сначала завалю тебя чем он сам не знаю что там еще под ним находится но это уже неважно чем бы нам бафнуться наверно ему нам пара лечу конечно же а есть уже не знаю как работа до хрена кинуя судя описание по описание когда-то дамажащая аура геймплей на кончиках пальцев из рукам сдай квест а там ее не было то есть там где ты отметил я ведь ходил там несколько раз ходил ничего не нашел содержит бесчеловечных условиях так это уже бородатая инфата вроде я помню он там жаловался на то что ему по-моему жаловался на то что ему всего лишь один раз в неделю разрешают проститутку приводить в его камеру это как-то совсем уже ни в какие ворота согласитесь что по с4 все таки не самая страшная пытка ну да там приставки и и я уже думал о нем все забыли были вот здесь уже третий такой амулет так там какой-то плащ плачку я с него упал а вот саван скорби решительность плюс 3 вычет арона ледяной разъедающий ну фиг знает где ничка не был ну может потом я после стрима я сейчас бегаю с двух рук не бахаться пистоли вот нет нельзя взять по пистолету в каждую руку вообще ничего стрелковое нельзя взять в каждую руку все считается дворочным да людей убивай но живи как человек даже лучше чем некоторые да не то что некоторые лучше чем много кто живи столько там килотон бабла теперь правительство оспарь вот это решение а что типа нефиг щас бы за массовый геноцид в тюрьму сесть и бабла срубить и приставок и продажных женщин нормальная тема но визарки то никуда не пропадут у меня же там шорткаты есть тут уже адровый дракон просто вот вот он и с хожу барком схожу посмотрю еще раз Ну, масса убийства, да? Сколько он там человек завалил? Не помню уже точно, но вроде больше десяти. Вот, собственно, спуск к нему. Субтитры делал DimaTorzok 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 Может, его распить? Субтитры делал DimaTorzok 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 Чикаго в прямой эфир через скайп. На вычей сторонах по драконам. Так, тут есть хитрая тактика, но для этого мне бы нужен мужик с инвизом. А у нас нет мужика с инвизом, для того, чтобы сразу выпустить угров. Насколько я помню, дамажит он по две сотни, то есть мои танки теоретически переживут один удар. Там есть дыхание, есть удар хвостом. И нужно как-то с малышами разобраться. Да-да, всё плохо, прылся в тюрьму. Я здесь. Я здесь. Так, ну мне нужен кто-то, кто умеет быстро бегать. Для начала пробуем его забайтить. Вот тут, по идее, мы подбегаем сюда авантюристом, разговариваем. И как только начинается бой, мы прожимаем инвиз и валим отсюда. Он остаётся на месте, мы в режиме боя находимся и можем, соответственно, распевать песенки. Мне ещё и левел подогнали за то, что я её нашёл. Давай, покажи, кто ты. Животное. 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 А может, я так смогу убежать? Она за мной не пойдёт? Нет, пойдёт. Сейчас бы всем подставиться. На неё, в принципе, работает. Какова вероятность, что я попался? Упс. 136 стойкости, 121 отклонения, 112. Я по нему, в принципе, по этому адровому дракону своими драконами попадаю. Неузимость к молниям. Диалоги не прочитал. Я их все читал. Если вам интересны эти диалоги, можете посмотреть канал на ютюбе. Мой. И там конкретно бой с драконом есть. Там я читал все диалоги. Привет, Юрий. Лук Рейнджеру. Да, тут явно стоит сменить. Хотя... Хотя, хотя, хотя... Короче, нам нужно опять монетку кидать, чтобы майн-контроль прокнул. Сейчас начнется казино гейминг. Да, стример слишком ленив. Стал старым, толстым и ленивым. Не хочет ничего читать. Хочет только побеждать. Да, 350 урона здесь не так важно, как важно его законтролить. 350 урона слишком много сосредоточения потребует. Не знаю, если вот шестью сайферами ворваться сюда. Ну ладно, пятью. Одного-то не смогу заменить пять сайферов и сразу кинуть всеми. Мансовать да можно. Свиток, параличок, говно. В последних патчах. Цифру 2, прежде чем начать казино, ну... Можно? Можно было биться до конца, да? Сейчас бы побиться до конца, когда все умерли. Так. Говорят, даже не почувствовал 350 демэджа. Да нет, почувствует. Просто смысла в этом нет. Вот если бы 350 в демэджа ее ваншотили, тогда да. Тогда можно было попробовать. Там продолжительность пофиксили. Он был 15 секунд, а стал 6. 15 секунд! 6 секунд! 15 секунд! 6 секунд! Чувствуешь разницу в Чикаго? Если раньше даже хотя бы наполовину он работал, то есть он парализовал на 7 секунд. А сейчас, если он сработает наполовину, то будет всего лишь 3 секунды. Так. Ну давай, ты допустим на мужика идешь. Мы немного постоим. Даже разбежимся. И сюда. И сюда. И сюда. И сюда. Так. Он ударил. Кстати, обычный удар нихрена вообще снимает. Надо заметить. Надо было баф, наверное, накинуть. Я слышал, нормальная тема баф кидать вначале. На своих. Ну ладно. Для начала попробуем его подконтролить. Посмотрим, сколько там бросок по воле у дракона. Что почем? 116. Невосприимчивость, застревание, окаменение, потеря сознания, ужас, сопротивление. Но у него нет невосприимчивости к майндконтролю. Неуязвимость к огню, неуязвимость к молнии. То есть пробивать его нужно дробящим оружием. Ой, мы все умерли, что ли? Как будто все умерли. Как будто проблемы. Как будто проблемы, друзья. На истории моде бафы не нужны. Куда ее отманивать? В начало или в конец? Даже по-любому будет. Блин, может авантюриста взять? Специально для этого боя просто взять авантюриста, чтобы он... Хм... Нет проблем. Да? Попробуйте ее еще раз сюда привезти. Это диалог только каждый раз смотреть. Кому это надо? И каждый и все... Я... Я буду видеть. Я буду видеть. Я буду видеть. Да мне авантюрист нужен, только чтобы он свалил в начале под инвиз все. Больше от него вообще ничего не требуется Был бы у меня инвиз у хоть кого-нибудь, кроме самого тюриста Я бы его использовал Так, он мне нафиг не нужен Так, ты сюда? Нет, погоди, давай сюда Что спасет отца русской демократии? Какой баф? Вот этот баф Он нам бафнет точность и продолжительность Давай его Нужно поплотнее встать А потом желательно еще разбежаться, чтобы нас АОЕшкой не накрыло Так, сгруппировались Опачки, что у нас еще крутого есть? Так, это все не то А как-то жопу накачать себе можно Нужно было вот эту штуку кинуть Она бафы продлевает Теперь, правда, уже поздно, но ладно Стоять Стоять, упыри Я здесь Я могу держаться Малышки-то прибежали все равно Тебя задебафать Как бы мне тебе резисты сбить Вот это я слышал очень крутой баф на точность Правда, сейчас нас всех сдует Давай, давай быстрее Опачки Я только не помню, работает он на майнд-контроле или нет У нас полы в смысле И сюда И сюда Нормально Нормально пыхнул Как надо пыхнул Опять все умерли Так, ты ж под бафом Ну-ка, давай Попробуй Жаз Понятно Is not working Ничего не помогает Долго там валяться-то будешь? Критическое попадание, сбивание с ног Как будто и стойкость не качал вовсе Да, нормальная тема Сейчас бы мертвого полечить Что, у тебя ОЕ закончились? Почему ты перестал так ацки дамажить? О А вот так могло быть с самого начала Доминирование на 14 секунд Сейчас дракона похиляю Какого хрена тебя отпустило? Раньше положенного. Точность 130. Тоже 130. Можем его байт контролить, в принципе. Пока мы его майнд контролим, начинается то самое казино, о котором я говорил. То есть мы можем его подчинить сразу же. И это сильно облегчит нам задачу победы в этом бою. Сейчас бы Огров позвать. Огров, говорю, сейчас бы позвать. Вликайте, короче. Еще бы парочку позвать. А ты какого хрена сосредоточения не набил, а ну бас? Мне еще нужна точность срочная. По кому-нибудь шмальни. Ни до кого не достанешь, да? Попади. Просто попади. Не попал. Плохо. Знаете, лучше вот этих мужиков поубивайте. Сюда. 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 Опять от одной ауешки не отъехали. Да ну куда ты бежишь, упырь? Что бы такого нам сделать плохого? Куда ты побежал, дебил? Сейчас бы баф никуда слить. Боже. Ну давай, ну хотя бы вот десятку набил. То хорошо. Да, тянет. В смысле не тянет? Просто нужно немного везения. Вот он, например, а уехал, отдал не туда, куда нужно. Как бы мне так всех ловко бахнуть. Ауешку не поймать. Давай, кости, 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 кости. Опачки. Хорош. И еще продление бафа давай. Так вот. Точность на всех. А теперь разбегаемся. И снова угрозовем. О, слушайте, он почти умер. Тараканим в разные углы, мужики. Сафирот не попадает, вот там проблема. Так бы я мог его больше контролить. А, его мои, собственно, поющие мужики ушатывают. И бабы. Завозите новых углов, старые закончились. А теперь все дружно. Пощам ему. А, кто там что говорил. Не тащит твоя команда его. Так вот. Так будет с каждым драконом. Изи. Сейчас бы раньше не видеть атаки и баф слить. Но тут он царски убежал из-под бафа. Да. Сначала поговорить надо. И квест взять, а потом убивать. Очень своевременное замечание. Но я в прошлый раз не брал у нее квест, и в этот раз не взял. Зато теперь есть вот... Есть штуки для прокачки. Это самое важное, Саныч. Не сказал изи вовремя, а все. Как будто я не победил никого. Да ладно, это же Степ. Это же Степ, да. Фус... Фусор отдохнуть. Вот, забыл. На самом деле, ключ к победе был вообще простой. У моего Сайфера изначально 35 сосредоточения. Мы сразу же кидаем баф на точность. Ну, то есть вот этот вот, где там... Вот, кидаем баф сразу на 20 точностей и сразу же просто сходу кидаем на него майнд-контроль. И мы можем кинуть три раза майнд-контроль. И учитывая то, что у нас 130 точностей, а у него 116 отклонения, вполне вероятно, что мы могли его три раза подряд законтролить. Он бы положил всех своих малышей. Вот, а дальше мы бы его уже добили. Просит убить тетю, убивашку драконов, поместить ее в душу, в ее тело. Да, я знаю. Я знаю этот квест. Убей ее, я тебя научу. Дает пассивку убийце драконов. Вычет 5 по дракону. Да кому нужен от вычет 5 по дракону, Чикаго? Сейчас бы вычет 5 по дракону взять после того, как Адрового дракона завалил. Разочарователь. Взывание ужаса. Этот пистолет сам вначале валялся. Что он здесь делает? Кто-то пошел с разочарователем на Адрового дракона. Теперь осталось тому ледяному напихать. Ну, по-моему, ледяной все-таки поопаснее. Что, никаких секретов? Маленький спаситель. Отклонение 8. Маленький щит. Защита в оглашенном состоянии 50. При сбивании с ног 50. Аура для друзей. Все защиты плюс 5. Превосходное качество отклонения щитом плюс 12. Неплохой такой щит, кстати, для нашего певчего. Потому что точность не режет. Не топовый, но пойдет. Книжка. Но это не очень. Так. Легкий доспех. Превосходное качество. Урон окруженный противником плюс 10. Скорость восстановления минус 20. Ответный удар. Но для кого-нибудь авантюриста, кстати, нормальная тема. Прям вообще. Но у нас нет авантюриста. Венгар. Скорость атаки плюс 20. 10 обычных впаданий становятся критами. Но вот этот нормальный арбалет Чикаго. Тут тебе и скорость атаки, и криты, или все равно мусор. Понятно. Так и этот в основном сложный, потому что у него малыши есть. Не было бы у него малышей, тут бы его можно было изи размотать. Ну, это все. Да. Щит только интересный. Да, кстати, монаху тоже норм. Тот доспех. Ну, варвар не всегда бывает в гуще событий. У нас тем временем левелапы подвезли. Так, атлетики нет. О, новая фраза. Союзники Певчева получают бонус к воле и сопротивлению к дезориентации, заворожению и доминированию. Плюс 20 воли. Зачем? Если есть клирик. Просто кидаешь иммунитет к доминированию, дезориентации и все. Арбалеты, шляпа. Вот-вот, я ждал этого. Устанавливают барьер, который поглощает урон, наносимый союзником Певчева. 30 урона. То есть каждые 7 секунд он будет кидать щит на 30 урона. Ну, так. Союзники Певчева восстанавливают выносливость отчасти на нанесенного ими урона. То есть это песня, которая дает вампирик на всю группу. 15 процентов. Есть в этом смысл? Нет в этом смысла для меня. Был бы у меня там варвар, монах или кто-то еще. Я бы подумал, щит. Ну, вообще, скорее всего, эти фразы использовать не буду, конечно. Щит либо воля. Плюс 20. Доминирование заворожения. Вообще, плюс 40 просто к броску. Просто плюс 40. Ну, так-то можно, кстати, попробовать. Че. Хотя мне и щит нравится. Ладно, домой возьму щит, второму храбрость. Вот это вот не нужно. Пожалуй. Давай щит он. Поуниверсальнее будет. К тому же всех Визераков я заволнил. Просто посоветовал бы для первого прохождения игры. Проникся игрой после твоего боя с драконом. Это самый жесткий, наверное, бой. Ну, хотя есть еще один дракон ледяной. Какой класс для первого прохождения. Сейчас Чикаго ворвется, скажет, что священника нужно делать. Вообще, на самом деле, да. Тут, как ни странно, Чикаго прав. То есть, главным этим персонажем лучше делать священника. Потому что священник всегда must have party. Вот. Ты его, скорее всего, никогда не кикнешь. То есть, либо священник, либо... Ну, воин не так часто нужен. Священник, сайфер. Рейнджер, в принципе, неплох. Как вот сейчас я наблюдаю за ним, вполне. Правда, он неплох становится чуть позже. Не сразу. Сразу там постоянно медведя своего отдает. Просто все остальное party ты можешь сам собрать. Кого угодно. Ты не сможешь поменять только ключевого персонажа. Ну, своего персонажа ты не сможешь сменить. Соответственно, нужно забрать такого, которого ты точно не будешь менять. А это священник. Ты точно не станешь менять священника ни на кого. Так что, бери клирика. Ну, паладина можно как танк. В принципе, норм он даже у меня заходит. Можно певчево взять. Кстати, да, маг. Точно, маг тоже хорош. Там маг, причем, достаточно рано начинает разуплотнять. У него появляется спелл. Малые огненные блайты, как-то так. На четвертом круге вроде бы. Да, реально, бери мага. Делаешь ему телосложение 3, сила 18, ловкость 18, восприятие. А, сила, ловкость, интеллект на 18, восприятие на сдачу решительности, ловкость и телосложение в 3. Нормас будет. И не слушай никого. Что будет говорить. Маг нормальная тема. Действительно, он отлично раздает. Так что, все. Это у нас сайфера еще новые. С пылы. Силовая оболочка. Сайфер может изолировать отдельного врага от окружающего мира, лишив его возможности что-либо делать. При этом и другие тоже никак на него повлиять не могут. Ну, это пристовская обилка, только наоборот. То есть, прист может своих претать в астрал, а можно врагов претать в астрал на 30 секунд. Зачем? Ну, типа, дизайбл, конечно, крутой. А я могу, интересно, дракона выкинуть в астрал? Вот это хороший вопрос. Чикаго. Я могу этот самый, того ледяного дракона вырубить сразу же. Просто на 30 секунд его выключить и положить его малышей. А, у меня два с пола, можно взять. Вор времени. Перекачивать силу из душ врагов. Сайфер может замедлять их и увеличивать собственную скорость. Дальность здесь плюс переход 10 метров. Цель для врагов плюс переход на цели 5. То есть, по 6 целям можно. Украсть 50% скорости атаки на 18 секунд. Украсть 50% скорости атаки на 50 секунд. А он все, этот самый... Все заберет? То есть, я с 6... 6 целей смогу получить по 50% скорости атаки. Или как? Ну ладно, берем обе че. Сколько там точности? 94. Под бафом, соответственно, будет под 120. Да, сможешь, если... Всего 50. То есть, не от каждой цели. Если бы 6 целей... Ну это всего лишь на одного сайфера, что он там... Ну хотя он там ведь мог бы показать. Ну подожди, скорость атаки это ведь не скорость перезарядки. Это бы работало только на луг. Скорость атаки ведь не работает на... Дробовик. Ну было бы прикольно. А так тратить... Сколько там? 70 сосредоточения, чтобы... Ну фиг знает. Надо, кстати, в бою с Драконом еще как-то 70 сосредоточения набить. Да я понял, понял, что только с одного он тырит. Перевод неправильный. Ох уж эти переводчики. Так, какой бы еще спел себе на халяву заиметь? Выносливость плюс 44. При выносливости ниже 20. Нет. Попечать караула. Нет. Хилл. Нет. Молитва против скованности. Нет. Столб веры. Нет. Мрачное благословение. 20 обычных упаданий становятся критами на 46 секунд. Неплохо. Подавление в бою. Точность ближнего боя минус 15. И так. Ну так себе. Все защиты плюс 15. Баф возьмем. То есть теперь можем на халяву кидать броню, баф на криты и землю. Я раньше взял Чикаго, чем ты написал. Обрати внимание. Сашка отличается умом и сообразительностью. Умом и сообразительностью. Малое воплощение. Скорость средняя. Эффект. Заклинатель. Урон в ближнем бою плюс 20. Урон в дальнем плюс 20. Сила плюс 8. Ловкость плюс 8. Телосложение. Восприятие плюс 8. Максимальная выносливость плюс 40. Решительность плюс 8. Интеллект плюс 8. Ничего себе. Священник светится божественным сиянием. Впитывая силу, став малым воплощением своего божества, он получает бонусы ко всем статам. Это типа можно... Слушай, Чикаго здесь можно боеводска священника сделать. Потому что у мага есть такой же, по-моему, спл, который ему дает 8 ко всем статам. И из него там можно машину смерти сделать. Всего 5-6 карт прошел. Ничего, я сейчас на перерыв уйду, Саныч, ты там наверстаешь. У меня в чатике отобразилось уже после того, как я взял воскрешалити. Воскрешалити. Цель для друзей плюс радиус 2,5 метра. Привести в чувство запаса воносливости. 158. Предвращение гибели на 31 секунду. И хил еще сверху. Оживление и лечение одного союзника, который получает воздействие запирания ворот смерти. Кроме того, происходит лечение союзников. Ну, воскресить одного, не дать ему возможность откинуться совсем. Зарядить боецвое кацдило отсколочно фугацными снарядами. А это что? Ураган священного огня. Область действия 3,8 метров, длительность 14 секунд. Ужасающий огненный дождь выпадает в области действия однократно. Неоднократно нанося огненный урон всем, кто находится в этой области. 14 секунд. Каждую секунду, я так понимаю, по 30-38 урона. Огненного. Но у меня точность хромает. А своих, да, своих задевает. Бам. Чё-то как-то, не знаю, не впечатляет. Сейчас. Пиларсы, да, пиларсы. Так, надо пройти пиларсы нужно ведь. Аббревиатура тоже поет, да? Патруфэкзайл. Так, значит, что у нас? Где-то там щит был козырный. Козырный щит. Вот это хреновина. Больше ничего интересного и не было. У тебя щит, блин. Ну, так-то крутой. Так-то крутой. Ну, а что круче? 127. А, вот, нормально. Баклер. Баклер лучше защищает, чем вот эта вот здоровенная штука. Щит царский. Щит реально царский. Всё-таки. Все защиты плюс 5. Так можно и боевого паладина сделать. С таким-то щитом. Даже не умирать. Не будет умирать. Так, всё, валим отсюда. Здесь нам больше ловить нечего. Святоша? А я вот паладину. А где выход-то? Выход не запили. Столько сокровищей взять всё нельзя. Ни лифчиков нет. Да я понимаю, но всё равно он как-то... Не знаю. Ну, посмотрим. Паладин с дуалами нормальный. Ну да, без дуалов. Гумно. Так ведь? Перевизоркам надо пойти ещё квест дать. Да, те самые дуалы с обмазанными рапирами. Кстати, у меня ведь там хватает адры, чтобы какой-то доспех сделать превосходным. Один. Щит и рапира. А ещё у меня дурганская сталь там есть. Может себе паладина в ДД рерольнуть. Обмазать его дурганской сталью, пусть раздаёт. Что там у нас? Квест? Иди выполняй. Щит и рапира. Да, там же можно щит обмазать. Обмазать щит, чтобы он давал скорость атаки. С одной руки. Сколько у меня престижа? В смысле престижа? Какого престижа? Тут вообще есть престиж? Может быть мы тому мужику сможем навалять, который на нашу церковь, на нашу крепость покушается. Может быть. Престижка-то, ну максимальный там, 34 вроде. Около того. Как минимум 31. А, вообще вроде 34. А что? Я твой квест не сделал. А, нужно... Ну ладно. Это максимальный. Не один раз-то приходил, что-то предпросил. Что там не так? Что тебе не принес? Инструменты хозяина. Обыскать руины. Достиг руин, нашел кусок адрового панциря. Наружил странный механизм. Три вещи. Очищенный кристалл Адры. Чего-то я не нашел. Смена стража. Что я там не нашел? Что там по дракону? Завалил. Так, как я после 10 пунктов иллюзии и разрушения добить? Страдать. В плане разрушения, а в плане иллюзии? Ну так, усыпляйся их. Проблема-то в чем? Нашел мобов побольше, кинул на них массовые соны. Все, сиди, жди. Довольно бодро качается. Чего-то я не нашел. Комнату пропустил. Чуть-то у меня великан залип. Он на нижнем этаже стоял, теперь здесь стоит. Мужик залип. Ну, ты можешь посмотреть в записях на Твиче. Уже сейчас эти записи есть. Давайте посмотрим, что мы... Ахахахаха! Нееееееееееееет... Ставишь модернажерные куклы. Вставляешь скорость прокачки 1000 и качаешь. Ну, это не спортивно. Ободрение в городе разве хуже качает иллюзию? Ну, как правило, да. Сон все-таки покруче. Главное найти кого-нибудь пожестче. То есть, чем больше врагов попало под сон... Ну, не знаю, там 4-5 хотя бы врагов выцепить. Или драугров там, я не знаю. Проще выцепить массово. Выцепляешь там 5-6 драугров. Кидаешь на них этот массовый сон и пусть они валяются себе. Они валяются, а у тебя навык качается. Халява. Давайте посмотрим, что мы нашли. Миша нет. А, кстати, я не заметил там, Миша на драконе выжил или нет. Сон надо найти, у тебя нет сна. Лол, сон это вообще первое, что надо брать в иллюзии. Как только до 40-ка докачиваешь. И, по-моему, даже раньше его можно взять. Один из топов экспилов, даже если не использовать его в связке... Кстати, клинок весь нашел. Даже не использовать его в связке с кошмаром. Да всё, напала на меня твоя баба. Погоди, а ты не хочешь со мной торговать всё равно? Или он вообще не торгует? Оказалось, торгует. Ладно, пойдём посмотрим, какую комнату мы там пропустили. Ну, если у тебя есть 90 иллюзий, то тебе несложно будет просто докупить коллеги и магов. Ну, не по КД. Как только они проснутся. Комната по пути в секретку. Ну, на предыдущем этаже же. Торгует после выполнения квеста. А, когда я миштяки отдам. Здесь я где-то пропустил комнату. Вечер давайте. ПОДПИШИСЬ! 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 АНДО АНДО Да, я вот убежал уже направо. Я понял. И тут я все понял. Я нашел Чикаго, спасибо. Что бы я без тебя делал? Да. Нам, кстати, пора прерваться. Ну, как раз, как раз. Самое время, чтобы прерваться. Сейчас квест-видеркам сдадим. Сашка пойдет, что-нибудь перекусит. Мог бы и намекнуть Чикаго, что там трапы стоят. Тонко так намекнуть. Тссс. Мм? Все, теперь все, нашел. Сам не знаю, что я без тебя делал, но да-да. Там трапы? Ммм. Спасибо, Чикаго. А ведь без тебя я бы наверняка в них наступил и потом бы очень горько сожалел об этом, переживал бы, места бы себе не находил. Хорошо, что у меня есть такой друг, как ты, который всегда подскажет. На, держи. Вызываемый весной. Это все, что я получу за помощь твоей колонии. Если животное получит их, ему пригодятся. Драгоценные камни и ножик. Превосходное качество, точность плюс пять. Постепенный урон, двадцать пять процентов. У него ж только постепенный урон, у него даже скорости атаки нет, Чикаго. Да я не убивался об нее, просто наступал. Так, кожный доспех манти отличного качества, отличного качества. Видишь, Чикаго, базовое значение шесть, а было пятнадцать. То есть, что, правильно, не фонтан, а у тебя ничего интересного не продается. Как жаль. Тебе, наверное, алмазы я скуплю. Хозяйство пригодится. А ведь мы больше сюда не вернемся, если вы понимаете, о чем я. Разочарователь. Уходи, разочарователь. Именно этим Чикаго я собирался заняться. Мушкетон отличного качества, не нужно мне ничего отличного качества. только превосходного. Только превосходного или что-то совсем крутое. там броня рыцарей горна была. Нужно бы одну штуку оставить на всякий. Так, все. Бесполезный пояс, ну ладно. Пусть будет. Все. Всего-то на пять тысяч напродавал. Не густо. 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 Почти убил своего сайфера. Сейчас будет. А тут ничего интересного. Я в общем-то ничего не получаю за то, что их завалю. Даже опыта. Так что ладно. Пыживут. А то задание, они сейчас видите ли, проваленное. Продолжение следует...